Добрый день, или как там правильно, Павел Николаевич, доброго времени суток. У нас сегодня с Токарчуком, мы как два ведущих, нам хорошие степашки только не хватает. Дорогие друзья, доброго времени суток. Мы быстренько хотим вам проанонсировать наше ежегодное событие, которое с легкой руки Павла Николаевича, где-то там с моей, мы уже проводим каждый год. Вот всегда оно проходит по-разному. Вот важный момент, в этом году мы чуть-чуть сделаем другую схему. Если вот вы помните, Павел Николаевич, была по прошлому году, по предыдущим годам, всегда артисты жаловались, что в 7 часов начинается и заканчивается она когда в час, когда в 2 часа. И действительно, люди не досиживают, а артисты хотели, чтобы их увидели. Ну, в общем-то, это справедливо. Вот, дорогие наши артисты, в этом году мы делаем следующим образом, что, вот смотрите, получается, вторник, среду, четверг мы делаем, 15-е, 16-е, 17-е, и на следующую неделю 22-е, 23-е, 24-е. Первый раз 15-е у нас будет? Первое 15-е, да. 15-е, 16-е и 17-е, и 22-е, 23-е, 24-е. То есть, ребят, мы сейчас вы быстренько на почту Чеснока отправляете заявку, и мы вас распределяем по принципу, что, ну, наверное, где-то 3 ведущих, 4 должно в этот период уместиться, да, там, наверное, ну, парочку, там, сколько там, живых коллективов, если будет, там, какие-то оригинальщики. Вот, сейчас передаю Павлу Николаевичу слово, вы вчера сделали, вот, я считаю, абсолютно правильное замечание, вот, касательно того, что, что нужно, желательно. Продолжение следует... ...что да, это было на сегодняшний день. Что в этот раз мы предлагаем? Сделать собственную презентацию, попробуйте себя продать, 10-15 минут каждому, кто будет там находиться. Именно что я сегодня могу предложить на рынке к Новому году. Вот твоя фишка, да? Да, вот моя фишка. Ведущий, я ведущий, да, я, вы знаете, проводил там-то и там-то, самопрезентации, попробуй говорить, попробуй себя предложить в костюме и так далее. Ну, может, кто-то номера интересные сделал. Да, вот в этом, оригинальные номера. Если мы помним дракону, помнишь, делали драконов, какие-то головы, сегодня головы лошади, может быть, что-то интересное и так далее, и так далее. То есть идет разговор о том, что три дня у тебя есть прекраснейшая возможность. Ну, три, а на следующую неделю еще три. Да, 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 я просто хочу сказать, что у тебя уникальная возможность, даже кто сегодня послушал, а что я могу сегодня на рынке дать интересного. Твое сегодня выступление, да, на чесноке уже есть, но что-то интересное, фишка твоя, купите меня. Нет, ну, вот по прошлым марафонам я чуть-чуть вот вклинюсь, Павел Николаевич, вот классно же было, какой-то ведущий, я вот не помню кто, он пришел, говорит, ребят, а я вот провожу вот такие конкурсы. И причем это был своеобразный мастер-класс, вот, пожалуйста, покупайте, использую я в данном случае. Вот, кстати, всем было интересно. Да, и вот тут момент очень интересный, я обращаюсь сейчас непосредственно к нашим коллегам. Два месседжа, которые мы хотим со Славой послать. Первый, что у вас будет две категории подкупателей. Первый, это непосредственно те организаторы HR, PR и организаторы, это покупатели. Мы вот сегодня буквально, это мы пишем сейчас во вторник, ну, у нас все, как всегда, на бегу, как говорится, да, но Headhunter мне подтвердил, и вот уже сегодня, прямо во вторник, это сегодня какое число, девятое, да, какое-то, сейчас подождите, дайте я гляну, точно скажу, какое сегодня число. Сегодня число восьмое, вот с восьмого числа уже началась на Headhunter, завтра вот железобетонная начнется рассылка HR, а вот вторая аудитория, Павел Николаевич, я вас привал. Ну, хорошо, мы по первой тоже сейчас скажем. Вторая категория покупателей, это те самые ивент-агентства, это те самые люди, которые, организаторы, которые сегодня на рынке пытаются вложить и составить программу изымечивающегося. 360-эвент-агентства на Чесноке зарегистрировано официально, Павел Николаевич, послушайте. И вот сейчас уникальная возможность, это те люди, которые тоже будут выбирать, что у нас есть в Алмате. Да. HR-ам в этом году предоставляется уникальная возможность не присутствовать онлайн, прямо там, непосредственно на мероприятии. Оффлайн, точнее. Действительно, оффлайн, извиняюсь, на мероприятии. Не присутствовать, почему? Потому что долго, затратно и так далее, пока ты номер найдешь. А по расписанию открыть сегодня уникальную возможность благодаря Чесноку посмотреть, потому что будет стоять видеокамера, будет прямая трансляция этого мероприятия, и вот там, в прямом эфире. Это уже совсем по-другому. Я могу чуть-чуть прояснить. Смотрите, наш второй проект, Гонза Кизет, you're welcome, добро пожаловать. Мы освоили, в общем-то, эту методику. То есть, де-факто, там будут две камеры находиться. Одна, которая будет вести онлайн-трансляцию, то есть, ежедневно с 7 до 11 часов на Чесноке, вру, на Гонза Кизет, будет идти онлайн-трансляция. Допустим, если вы по каким-то причинам, там, кстати, я сразу, дорогие коллеги, сразу хочу предупредить, помещение небольшое относительно, да, ну, там, я думаю, где-то в районе 80 посадок. Ну, практика показывает, что если вот такая у нас будет схема, там больше людей обычно-то не бывает. Есть гримерочка такая небольшая, да, сцена тоже достаточно, там все будет такое небольшое, но ввиду того, что у нас не будет вот этого огромного количества коллективов, как обычно, я думаю, все там пройдет органично. Может, будут какие-то некоторые сложности, все будут задавать вот этот вопрос, будет ли аппарат. Аппарат будет, но гитары, там, как их, клавиши, тарелки, то есть, вот свои индивидуальные какие-то вещи, визите, как всегда, с собой, то есть, мы поставим, там, базовый, там, аппарат, да, там, вот, как бы, и, и, там, дальше, там, будет сразу, вот, по организации, я считаю, несколько вопросов нужно сказать, что по прошлым разам, я вот что заметил, что вот тот ведущий, который там был, значит, на этот день, они сами это все и организовывали, и писали вот эти схемы, потому что, ну, извините, ну, ни я, ни Токарчук, мы не сможем находиться там 7 дней, да, и, как говорится, помогать вам становиться звездами, то есть, мы договорились с залом, мы договорились с HeadHunter, мы поставим туда камеры, там будут работать наши операторы, вот, кстати, касательно, да. Значит, в этом году, в чем ноу-хау-то, собственно говоря, что сейчас мы предлагаем самоорганизовываться, время-то пришло, у вас четкая дата и четкое время, с 19 до 19.15, вы это время выбрали, приходите и обеспечивайте свое пространство, если будет пауза в онлайн в этом режиме, то там будет какая-то играть музыка, это нормальный проект. Ну, она и будет пауза. Более того, у ведущих сегодня есть возможность 2-5 минут сделать самопрезентацию, камера свободная, подходи, записывайся. Мы сделаем потом склейку ведущих, склейку сделаем потом отдельно, уже после барафона, как мы всегда делаем, потому что будет сразу возможность просмотреть ведущих за несколько дней, сравнить. Можно, да. Второй вариант, команды живые, и по жанрам, и таким образом будет 3-4 по жанрам склейки, которые будут уже у нас по итогам, но онлайн, пожалуйста, используйте. И сегодня у нас будет, во-первых, информация, что сегодня будет интересно. Кто-то находится дома, захотел в 9 часов 15 минут посмотреть. Нет, ну, это на самом деле очень удобно, потому что вот я, к сожалению, я не могу всегда присутствовать на всех, как говорится, чесноках. Почему? Потому что, ну, у меня физически просто не хватает, как говорится, сил на это. Сейчас то, что мы делаем сейчас в городе, мы делаем уникальную возможность, даем возможность сегодня тем людям, которых мы любим, возможность самореализоваться, заработать своими мозгами, своим талантом деньги, тем же нашим друзьям, клиентам, которых мы много лет обслуживаем, дать возможность посмотреть, что сегодня интересно и в городе. Вот вам, пожалуйста. Мы вообще, вот, я извиняюсь, Павел Николаевич, это тоже, как говорится, Алла Верды, вообще, вообще, мы видим вот такую потребность на постоянной основе, чтобы ребята могли презентоваться, потому что вот мы видели ситуацию, друзья наши коллеги Дима Сейшен, да, он сделал новую программу. Я видел, насколько ему было тяжело собрать вот всех людей, всех наших коллег, чтобы ее презентнуть. Ну, я там тоже не был, честно скажу, но я потом постфактурно спросил, сколько пришло? Он говорит, ну, ты знаешь, где-то порядка 20-30 ивент-агентств пришло, да, какие-то клиенты пришли, то есть, в принципе-то, он решил эту задачу. Но вот мы сейчас посмотрим вот эту схему, если что, на выходе, на выходе, мы попробуем, что раз в неделю мы будем делать такой, как бы, чеснок-кастинг. То есть, ты захотел, ты пришел, что-то там показал, мы тебя... Слав, значит... Ну, это как получится, я вот не обещаю. Мы говорили, значит, это год проскочил, посмотри, мы говорили о том, что в следующий раз, когда нас спросили, ребята, а вы можете это делать два раза в год к Нову Рызу весной, потому что есть обновление, Новый год, есть Новый год, там какие-то могут быть варианты, связанные даже с теми летними делами, тем билдингами, какими-то вещами, и от нас этого будут ждать. Вот этот, если период мы с тобой возьмем осень и весна, и людям, и возможность городу давать возможность смотреть, это будет классно и хорошо. Ну, Павел Николаевич, я же вот по большому счету, я всегда как бы не против. Просто, понимаете, это получается вот всегда нужно, да, вот тебе, ты да я, да мы с тобой. Нас вот еще всегда там поддерживают, я вот точно помню, Акишев нас всегда поддерживает, Ахмеджанов поддерживает, Ромка Альманский, да, там, Мурик поддерживает. То есть, ребята, в общем-то, кого не спроси, все говорят, да мы за, да, то есть, но, ну, с другой стороны, раз уж мы взялись, да, там, ну, давайте будем делать, да. Значит, мы заинтересованные люди, прежде всего, есть возможность. Хушь-то не будет, я думаю. Да, еще один момент, который я хотел бы обратиться теперь уже к вам, уважаемые коллеги, значит, уважаемые наши покупатели, как мы говорим, HR и, так сказать, ивент-агентство, организаторы мероприятий, уникальная возможность вам отсмотреть и дать информацию, и вот сегодня есть у нас интернет, есть возможность написать, дать обратную связь нам, кто, чего, и тогда нам будет очень удобно, прошел один день посмотреть, а какие-то интересные номера. Второй момент, мы сегодня все-таки обращаемся к нашим исполнителям, к нашим коллегам, которые сегодня хотят заработать. Ребят, используйте максимально эту информацию, ну, где еще такая возможность? Я вот рядом сидит Слава, еще раз огромное ему спасибо. Бесплатно. У нас как только бесплатно, сразу понимает. Мы хотим, чтобы город наш был поинтересно, интересно жил, какие-то вещи были. Ну, Павел Николаевич, это мы уже обсуждали там 150 раз, коллеги. Но тем не менее. Правда заключается в том, что мы все разные, мы все с разными воззрениями, но единит нас действительно одно, что мы все так или иначе работаем на этом рынке. И вот там как раз, Слав, то, что мы с тобой говорили. Мы все время делили рынок, и я об этом сейчас еще хотел обратиться. А что его делить там? Нет, 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 на четыре части по экономике, потому что этот вопрос у нас возникнет. Спасибо большое. Мы говорим следующее, что сегодня я бы обратился, значит, есть понятие цены, потому что качество исполнителей тоже может быть разное. Очень важно, чтобы когда мы со сцены произносили сегодня, называйте свои цены, не стесняйтесь, уважаемые коллеги, дам наше мероприятие, мое выступление. Почему? Это дает возможность, это дает возможность самим организаторам, HR-ам представлять финансовую вилку. Ну, конечно, конечно. Сколько сегодня стоит? Сколько сегодня? В среднем сегодня, новогодний вечер, эконом-класса 5 тысяч долларов, сегодня 700 тысяч. Если мы говорим о более... А что в эти 700 тысяч? Ведущий, музыка, организация, мероприятия и так далее, и так далее, это мы эконом-класса. Можно уложиться. Эконом-класса. Теперь мы говорим о классе чуть выше, это мы называем бизнес. 5-15 тысяч долларов, это уже живая команда, это уже ведущие хорошего класса, это уже хорошие номера с интересной программой, это режиссеры, которые могут написать, и сценаристы. И, наконец, команда, значит, вариант 15 и выше тысяч долларов на сегодняшний день, это уже программы, которые могут себе позволить какие-то компании. В среднем цена по прошлому году, просили нас сегодня, она была 5-10-15, это средняя цена новогодних мероприятий. Ну, и честно сказать, вот, Павел Николаевич, я вот, например, вот, конкретно наше агентство, да, конкретно мое, а мне вот комфортнее работать вот именно с такими бюджетами, вот, 10-20, вот, максимально. То есть, потому что, когда там люди тратят уже свыше 20 тысяч долларов, там у них, ну, уже и ожидания прям совсем другие. Хотя, честно сказать, вот, мое глубокое убеждение, больше двадцатки на Новый год, в общем-то, и тратить особо некуда, вот, в наших условиях. То есть, ну, потому что покупать москвичей, там, или архидорогих артистов, ну, конечно, там, каждый будет решать эту проблему так, как ему видится, да, но вот больше двадцатки, там некуда особо тратить. Это будет шикарная программа, по-моему, за 20 тысяч долларов можно, остальное там уже это изыски. Да, коллеги, еще раз, пожалуйста, мы вам продублируем, значит, у нас с вами с той недели 15, 16, 15, 16, 17, это вторник, среда, четверг, и через неделю 22, 23, 24 мы начинаем для вас же, чтобы вы могли показаться, презентоваться осенний марафон. Вся информация на чеснок КИЗ висит, сейчас на главной уже баннер висит, официальный спонсор, инфо-спонсор, это у нас компания Headhunter Казахстан, наша нежно любимая, очень сильно уважаемая, фактически единственная на рынке, кто оказывает подобного рода квалифицированные услуги. Вот, я думаю, Павел Николаевич, попрощаемся уже, что там сильно долго. Понятно, я просто хотел бы сказать, что сегодня у нас, ну, это уж как ремарка, новогодний марафон, ты сейчас сказал осенний, но осенью у нас идет, новогодний марафон, он не за горами. Нет, Павел Николаевич, я сейчас вижу, сколько к нам идет звонков, все, уже начался продаваться Новый год, то есть, вот мы в этом месяце там пару тимбилдингов докатываем, и все, и Новый год. Совершенно верно. С наступающим, дорогие друзья, всего хорошего. С Новым годом, с наступающим. Да, да. Мы желаем вам удачи, сделайте правильный выбор. Мы вообще ничего не курили, важно перед программой, но все равно с наступающим вас в Новом годом. Нет, ребят, шутки шутками, давайте, приходите, а в этом году попробуем как-то по-другому, будем экспериментировать, глядишь, что и получится, давайте, пребудет сила. Всего самого доброго. До встречи.